здравствуйте здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на своем канале меня зовут софия я очень паразависимый человек в самом прекрасном смысле этого слова и сегодня я панда снова панда сегодня у нас пижамная вечеринка которую я провожу вместе со своими парфюмерными подругами с чудесными людьми с моими подругами это юля жарик птицы ален алена аллен друзья вы знаете что это замечательные блогеры с их чудесными каналами интересными каналами переходите пожалуйста на их канал и если вы еще почему-то вдруг не подписались на этих девушек у них чудесные парфюмы но для меня это прежде всего замечательные люди с добрыми сердцами умные и я знаю чем говорю поскольку мы общаемся не только парфюмерии не столько парфюмерии и плюс ко всему я девочки вот я сейчас к вам обращаюсь юлечка алена я верю и надеюсь и знаю что однажды мы с вами встретимся никаких границ между нами не будет такой день должен наступить и этого дня я жду очень-очень-очень девочки вот пижамная вечеринка кстати говоря замечательный тег и я обращаюсь сейчас к другим блогерам присоединяйтесь к нашей пижамной вечеринке показывайте нам ваши пижамы показываете парфюмы для пижамной вечеринки и я рада что юля предложила этот тег потому что конец года это бесконечная гонка это очень напряженное время и кажется наступила пора когда нужно выдохнуть нужно расслабиться нужно дать себе возможность отдохнуть так как ты хочешь делать что-то или не делать ничего валяться в подушках смотреть фильм есть что-то вкусное прогуляться а потом снова упасть в подушки гладить пузечко коту обниматься с собаками в общем вести себя так как тебе хочется и чувствовать себя абсолютно расслабленным никому ничего не должным и даже если потом наступает напряженная пора и ты должен делать что-то и ты должен идти на работу все равно это пижамная вечеринка имеет право на существование друзья давайте приступим я не буду долго рассказывать о парфюмах хочется просто передать атмосферу этой пижамной вечеринке начну с парфюм который я все время хочу продать и каждый раз радует что не продаю это или справа я когда кориция то что они продать ли они продать ли вы зачем он мне нужен и вроде я нахожу доводы а потом наношу на себя этот парфюм как правило вечером и понимаю что как здорово что я его не продала потому что это ощущение нежности и кремовости это часто я буду говорить по отношению ко многим парфюмам здесь из этого списка вот это ощущение нежности кремовости и какой-то простоты успокаивает меня настраивает меня на какой-то другой лад переключает меня в том числе поэтому нет продавать не буду не хочу это то что иногда нужно особенно в условиях большого города особенно в условиях если ты много напряженно работаешь следующий парфюм я так понимаю не часто встречается и по моему его даже нет на фрагрантике поэтому я спрошу если у вас этот парфюм через ревлон хотя бы сравнить ощущение от этого парфюма а мне этот парфюм напоминает майский цветущий сад и цветение настолько буйное что белые лепестки опадают на зеленую траву и кажется что начинается снегопад это майский снегопад душистый но при этом нежный вот этот нежный майский снегопад мне кажется очень хорошо сочетается с нежностью и и оптимизмом пижамной вечеринки следующий парфюм от лажь франжи пани очень странные эмоции меня охватывают когда я слушаю этот парфюм я его наношу на кончики пальцев исключительно и сейчас объясню почему 90-е годы время очень сложное бедное и с парфюмами было туго но родственница моя привезла из польши набор масел которые нужно добавлять выпечку в крема в тесто вот как как то так с разными разными запахами и там было масло которое очень напоминает этот парфюм я эти масла наносила на кончики пальцев и вдыхала себя что-то там думала какие-то эмоции испытывала это было давно и конечно я и все помню но внезапно этот парфюм они спасибо большое этот парфюм напомнил мне этой женщине которая привозила этим масла и о тех эмоциях это как раз парфюм моей пижамной вечеринки скорее немного ностальгической и грустной а следующий парфюм возможно вас удивит потому что это было копиум и в сон лоран но в карандаше вот такой вот кисточкой может быть если это был бы спрей может быть это были бы какие-то другие эмоции но когда кисточкой проводишь по пальцу и чувствуешь этот сладкий сладкий кофе и какую-то конфетность как раз возникает ощущение домашней атмосферы когда все вкусное все сладкое говорит вам человек который не я сладко но неважно все вкусное все вскал сладкое на расстоянии вытянутые руки и остается только дотянуться до пульта чтобы включить телевизор может быть для кого-то это аромат соблазнения может быть для кого-то это аромат выхода в люди для меня вот это ручечка с кисточкой аромат для того чтобы валяться в кровати никуда не спешите только подумать о том что они доползти ли мне до кухни чтобы налить себе ароматного кофе слушайте но если все таки пижамная вечеринка то посиделки с кофе с печеньями с пирожными с выпечкой с чем-то другим вкусным что может быть лучше посидеть поесть попить поболтать посмеяться посплетничать жирный электрик жирный электрик парфюм который чаще я ношу в дождливую погоду и мне кажется он великолепно в дождь раскрывается но с некоторых пор мне очень приятно наносить этот парфюм когда мне никуда не надо не надо идти тем более ни в какой дождь а достаточно остаться дома может быть остаться наедине со своими мыслями пижамная вечеринка не обязательно предполагает наличие компании какой-то большой или маленькой можно быть и самим собой в гармонии вот эта гармония самим собой жирным электриком в котором я не слышу никаких горелых проводок что вы что вы что вы при этом он очень чувственный он очень нежный он может быть очень трепетным таким интимным парфюм очень красивый и любимый мой самый первый парфюм из тех кто который мне понравился это red fig от monotem инжир мне кажется и парфюмы с инжиром мне кажется необычайно подойдут под пижамную вечеринку потому что они дают ощущение вот этой молочной нежности и сладости если конечно в этих парфюмах не преобладают зеленые листочки зеленые листочки с инжиром мне не очень нравится а вот этот монотем меня совершенно покорил и на самом деле я этим парфюмом пользуюсь дома то есть я не здесь совершенно не кривлю душой для меня это на самом деле самая настоящая домашняя пижамная вечеринка следующим номером нашей программы идет фрау тонис линда берлин номер 10 это либо липовый цвет вдохнула в себя аромат этого парфюма захотелся улыбаться потому что подумалось о весне весна несет оптимизм этот парфюм несет оптимизм и наша пижамная вечеринка даже если она такая дистанционная да как сейчас модно все мы многие из нас по крайней мере отделены друг от друга экранами но этот парфюм и его настроение несут оптимизм и надежду на то что однажды мы будем общаться как прежде я очень надеюсь на это невозможно не улыбаться от этого парфюма фрау тонис так следующий парфюм белый огонь тициана тренса вы знаете что с белым огнем связана история о том что я парфюм не слышала вообще и многие в комментарии писали что это красиво это то-то то-то а я думала ну наверное да охотно верю что это красиво общем к вид перечеркнул этот парфюм напрочь потом я все искала парфюм который бы был согревательным напоминал пушистый какой-то плед или теплый свитер такой вот с воротником и вдруг я понимаю что это вот это она и есть ощущение чего-то белого пушистого с одной стороны и очень очень согревательным потому что там много перца для меня там очень много перца этот перец смешиваясь с этими белыми облаками с этими взбитыми какими-то согревающими субстанциями дает необычайное ощущение покоя и тепла пижамная вечеринка не громкая не буйная а очень нежная тихая даже если она в какой-то момент прерывается нашим смехом нашими рассказами в общем белый огонь это огонь это огонь так следующим номером нашей программы идет черути 1881 я нежно люблю этот парфюм он на самом деле парфюм который должен дружить с кожей и должен дарить кожи ощущение комфорта а нашему мозгу нашему сознанию ощущение покоя это для меня и спа процедура с одной стороны и это подарок моего ребенка и поэтому я очень нежно еще поэтому люблю этот парфюм мне кажется этот парфюм незаслуженно обходит стороной о нем иногда рассказывают летом потому что там много цветов но эти цветы не кричат там есть и садовые цветы и полевые цветы это такое удивительное сочетание красоты скромности нежности заботы что об этом парфюме следует пожалуй говорить чаще в том числе в качестве говорить о нем как о парфюме для дома и но и для нашей для нашей пижамной вечеринки вот я знаю что тем не менее хотя говорят о нем не часто я знаю что любители у этого парфюма много скажите пожалуйста носите ли вы зимой на улицу этот парфюм я зимой на улицу его не ношу но перед сном наношу его на себя очень очень часто и каждый раз когда это случается вот уже лежишь в постели думаешь а почему я это делаю так редко это нужно делать чаще вот я обмолвилась о том что пижамная вечеринка предполагает в том числе валяния с котиками с собаками ну их нужно главе чесать пузики и пузика котика фуронуар сежлю танца для меня нет другого эпитета для этого парфюма и этот парфюм я не ношу куда-то на выход это парфюм как раз для моей персональной какой-то пижамной вечеринки для того чтобы отдохнуть от всех внешних воздействий забыть о всех тревогах и все товарищи с пузиками начали бегать и что-то там у них намечается парфюм опять же который не часто показывают но при этом многие его знают и знают что он прекрасен это прада амбр прада амбр одно время был моим зимним парфюмом а потом как-то я от него забыла про него стало его меньше носить а он прекрасен он благороден вот здесь тоже все написано про него амбра и лапдану и пачули индонезийские и бензоин сиамский и сандал из индии он для меня абсолютно вот если говорить о цвете каком-то он для меня белого цвета он для меня кремовый и он удивительный он одинаково на мне не звучит никогда он каждый раз показывает мне какую-то свою сторону какую-то свою грань и в пижамной вечеринке он себя может проявить при этом вот сандал скорее и амбра будут отвечать за какую-то нежность чувственную сторону этого парфюма а папа чули придадут этому парфюму больший вес короче говоря тоже была мысль попрощаться с этим парфюмом но я этого делать не буду этот парфюм наверное один из первых моих парфюмов который появился в тот момент когда я себя стал осознавать как парфу вовлеченный человек как парфу зависимый человек в прекрасном смысле этого слова и через этот парфюм в том числе я знакомилась с какими-то нотами еще поэтому мне дорог и интересен я думаю что он еще способен показать какие-то свои грани в общем прощаться не хочу еще два серже лютанца это сантал мыши скюль я очень часто о нем говорю как раз о парфюме в смысле пижамные вечеринки парфюм в котором вообще невозможно работать он расслабляет и у меня даже может усыпить и второй парфюм который я ношу последние несколько лет последние несколько дней но и лет в том числе это волчица так товарищи волки подождите пожалуйста сейчас я запишусь сейчас сейчас все будет волчица которую я ношу исключительно зимой я ходила в ней в мороз а потом я вернулась домой и это миндальное пирожное после мороза на коже рассыпалась на мелкие мелкие крупинки мельчайшей пудры которая начала переливаться на коже это было такое необычайное ощущение что я подумала что нужно и дома дарить себе радость от этого парфюма то есть для меня было открытием что не только на улице волчица на мне будет звучать так волшебно но уличное звучание и домашние они отличались и как раз вот домашнее звучание да так кто как звучал парфюм ну это уже был там четвертый пятый шестой час носки многопшично нанесла на себя а показал мне новую гранитой волчицы говорят что лютанс не стойкий надо просто правильно пшикать вот и последний парфюм который я покажу это миколев гурме очень гурманский парфюм это самая настоящая выпечка без без прикрас беребе без преувеличения куда-то идти и пахнуть выпечкой но это не всегда интересно да это может быть и уместно но не всегда интересно а вот на пижамной вечеринке да еще когда на столе что-то вкусное да и атмосфера вся такая домашняя теплая предполагающее душевное общение поэтому гурме миколев мне кажется очень хороший еще и потому что он не очень громкий он не будет на вас оставаться на следующий день вечеринка закончилась вы погрузились в свои дела у вас какие-то другие планы вы не будете уже пахнуть этим парфюмом но ровно столько сколько вы захотите провести время в компании корма миколев ровно столько он будет на вас звучать вот друзья по моему я показала все или почти все то что хотела показать наверняка есть еще какие-то претенденты но будем экономить ваше время итак друзья вот такая душевная трогательная теплая пижамная вечеринка случилось нами я очень была рада что вы провели ее со мной я благодарю девочек которые проводят эту пижамную вечеринку со мной и друзья присоединяйтесь рассказывайте о ваших теплых обнимательных пижамных парфюмах я с вами прощаюсь берегите себя пожалуйста всего доброго и конечно конечно друзья продолжение следует